Здравствуйте! В студии Андрей Трой и события недели глазами наших корреспондентов. Бизнес-джет налево, вертолет направо. Мало кому известный в Самаре аэродром Кряж, того и гляди, добьется мировой славы. У старой авиабазы есть все шансы стать ведущим в стране центром аэротуризма. Соглашение о развитии аэродрома подписали Центральный спортивный клуб армии и компания «Хелепорты России». Чтобы оборудовать вертолетную площадку мирового уровня, уже к весне планируется потратить сотни миллионов рублей. Но по расчетам игра стоит свеч. Проект коммерческий и окупится в короткие сроки. Возможности будущей воздушной гавани оценила Алина Чемерес. Теперь с аэродрома Кряж будут взлетать не только старые добрые Ми-2 и Ми-8, но и Airbus H-130. Он гораздо тише и может летать над заповедными зонами. Теперь, благодаря соглашению, которое было здесь подписано, Самара может стать центром аэротуризма. Исторический момент. Его не омрачил даже проливной дождь. В день заключения сотрудничества между ЦСКА и компанией «Хелепорты России» ввысь взмывают вертолеты. В честь торжественного события руководство аэродрома Кряж сделало подарок ученикам спортивного лицея. Небольшая воздушная прогулка. Раньше Арина Малова на вертолете не летала. Чувства, говорит, смешанные. Сидишь так же, в таком же положении. Если не смотреть в иллюминатор, вроде бы ничего не происходит. Страшно, но и не страшно, не знаю. Ну, уже летел, как-то было немного страшновато. Потом полетели вроде. Все, успокоился, стал снимать дальше. Ну, видите, Самару, поселки с высоты, как говорится, птичьего полета. Очень понравилось. Свою историю аэродром Кряж ведет с 30-х годов. Тогда он еще был военным. В начале 60-х он стал второй важной точкой после космодрома Байконур. Именно отсюда 12 апреля вылетел экипаж, который доставил первого космонавта Юрия Гагарина из Энгельса на аэродром Безымянка. В 90-е Кряж расформировали и возродили только в начале 2000-х, уже как спортивный аэродром. Спустя несколько лет Кряж вновь хотели закрыть, а вертолеты списать или передать Сызранскому военному училищу. Но аэродром удалось отстоять. Теперь, когда ЦСКА начал сотрудничать с компанией «Хелепорты России», на аэродроме Кряж появится многофункциональный комплекс. Сюда будут прилетать гражданские борты и, возможно, даже джеты. И это откроет новые горизонты для воздушного туризма и бизнеса. Это не формальное подписание. Это принятый, выверенный, стратегический и бизнес-шаг для того, чтобы это все сделать. Ну и, соответственно, что мы здесь планируем, конечно, это создание авиационного учебного центра по подготовке коммерческих пилотов. У нас в стране не хватает 8 тысяч коммерческих пилотов. Наша основная задача сегодня сделать существование аэроклуба направленным на обучение, на подготовку молодежи, молодых пилотов. У нас, к сожалению, сегодня средний возраст пилотов, вертолетчиков уже далеко за 40. Это же имеет самое непосредственное практическое применение. Летчики могут быть востребованы в народном хозяйстве. Проектная документация в разработке. Известно, что на аэродроме Кряж будут ремонтные мастерские, ресторан, аэроклуб и, конечно, новые вертолеты. Планы самые смелые – провести чемпионат мира по вертолетному спорту. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Если когда-нибудь ученые построят вечный двигатель, подшипники для него точно будут изготовлены в Самаре. Ученые и конструкторы готовы перейти к технологиям будущего. Новое поколение комплектующих создается в конструкторском бюро Европейской подшипниковой корпорации. Их цель – придумать такие типы подшипников, чтобы автомобили и самолеты стали совсем бесшумными. Новые технологии увидел Олег Зверев. Глядя на эти маневры, трудно себе представить, что этот самолет – дело рук человека. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, истребитель пятого поколения Т-50. Машина способна творить чудеса в небе. Подшипники для стальной птицы изготовлены в Самаре. Этот шлифовальный станок называют джустино, так решил итальянский производитель. Кольцо подшипника, прошедшее токарную обработку и процедуру закалки, джустино доводит до идеальной формы. Точность обработки микроны, то есть тысячные доли миллиметра. Токарные операции делаются на сыром металле, то есть он мягче, мягкий. И токарные операции, чтобы наметить нам, сделать все вот эти вот формы, так сказать. А уже непосредственно геометрию кольца, придаем мы шлифованием. То есть, скажем, по огранке оно должно быть идеально круглой. Пять тысяч подшипников производят предприятие для всего, что летает, ездит, стреляет в небе, на земле, под водой или в космосе. В Самаре работает и головное конструкторское бюро всей корпорации. Один из главных показателей – виброакустические характеристики. У каждого подшипника, говорят, есть свой голос. Специалисты работают, чтобы сделать его как можно тише. Все очень просто. Если взять, например, атомную подводную лодку, она выходит из военной базы на Дальнем Востоке, естественно, она производит какой-то шум. Соответственно, нужно сделать так, чтобы шума она воспроизводила меньше, как можно меньше. Этот шум на фоне шумов океана, там же много рыб, много мягкопитающих, не был сильно заметен. Вот цель создания малошумного подшипника. Сочетание сложной геометрии и инновационных материалов позволяет создавать порядка 20 принципиально новых типов подшипников в год. Самый современный контроль качества. Этот прибор исследует подшипниковую сталь в рентгеновских лучах, что позволяет изучать структуру материала на уровне кристаллической решетки. Подшипники делают из современных видов стали, которые разрабатывает Всероссийский институт авиационных материалов. На заводе начинают применять и сверхпрочную керамику. Первая наша задача это работать над подшипниками пятого и шестого поколения. Пятое и шестое поколение подшипников, оно практически делает перпетум мобили из подшипника, если его поставить. А значит и Самара еще надолго сохранит один из самых узнаваемых своих брендов. Олег Зверев, Константин Головин. События. Поймать и обезвредить. Бойцы одного из лучших подразделений спецназа России даже в свой профессиональный праздник на боевом посту. На масштабных учениях, которые прошли в Тольятти, они доказали свою принадлежность к элите вооруженных сил. О тех, кто всегда на чеку, специальный репортаж Павла Баймакова. В небе элита российской армии. Бойцы подразделения спецназа третьей отдельной бригады, базирующейся в Самарской области. Сегодня их задача высадиться в нескольких километрах от места дислокации условного противника. Вертолет на точке, первый пошел. Один за другим бойцы десантируются. С земли за процессом следят офицеры. Ноги вместе! Натянуть задние свободные концы! Минутный полет и первые бойцы на земле. Прыжки выполняются со высоты до полутора километров. Каждое действие отточено заранее. Тренировки у нас проходят каждый день. То есть у нас должно уже как бы рефлекторно это все работать. То есть отцепка, запаска, отцепка, запаска. При порывистом ветре до шести метров в секунду приземлиться в нужной точке – задача не из легких. В этом бойцам помогают новые парашюты. Арбалет-2 на вооружение. Они поступили около года назад. За год каждому необходимо совершить 12 прыжков. Впрочем, у многих это число уже перевалило за сотню. А это уже сама войсковая часть третьей отдельной бригады спецназа. На плацу солдаты-срочники вместе со старшими товарищами отрабатывают технику рукопашного боя. Чтобы быть в форме, тренировки проходят ежедневно. Старослужащие делятся опытом. Разведчик пробежал 30 километров. У него уже нету сил махать ногами и руками. В спецназе нужны не пудовые кулаки, а гибкий ум. Третья отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская краснознаменная ордена Суворова третьей степени бригада специального назначения. Как военное формирование было создано еще в 1944 году. С тех пор служить сюда попадают лишь лучшие из лучших. Должен быть психически устойчивый, подготовленный, развитый во всех отношениях человек. То есть проходят они особый отбор, проверку по всем категориям. Отбираем самых лучших с высшим образованием спортсменов. Звание лучших в Самарской области, а может быть и в России, бойцы ежегодно доказывают на международных соревнованиях «Золотая сова» в Казахстане. Из восьми стран участниц самарские спецназовцы всегда в тройке лидеров. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Если расплавленный металл льется вам на руки, а вы ничего не чувствуете, не пугайтесь. Просто у вас на руках инновационные перчатки самарского производства. Применение они находят и на крупных заводах, и в быту. Это еще и оригинальный пример импортозамещения. Зарубежные образцы из похожего материала в разы дороже. Для производства придумали специальные станки. Ну, как придумали? Взяли, да и модернизировали старые машины. Теперь за идеей и продуктом очередь из зарубежных инвесторов и покупателей. Марина Кравцова с подробностями. Всего 2-3 минуты и станок выдает отглаженную, идеально связанную перчатку. Почти вся работа автоматизирована. Ручной труд вносит в последние штрихи. У нас перчатка ровненько вышла со станка, ровненько попала сюда, ровненько вышла из-под верлака. Руки и голова. Был пожелание. На маленькой самарской фабрике делают инновационную защиту для рук. Вяжут из двух видов нити. Хлопка и кевлара особого волокна. Оно в 5 раз прочнее стали. Используется для армирования автомобильных шин, при создании бронежилетов и даже в судостроении. Перчатки тестировали на металлургическом производстве. По нормам. Они должны защищать руку от жара расплавленного алюминия 3 секунды. Эти справляются в 5 раз дольше. На первый взгляд вполне обычная перчатка. Хотя даже визуально можно увидеть отличия от конкурентов. Но главная особенность самарских инновационных перчаток в их уникальных свойствах. Они износостойкие и выдерживают многократные порезы острыми предметами. К тому же устойчивы к высоким температурам. Над открытым огнем руку в перчатке можно держать около минуты. Крепкие рукавички применимы для стекольного производства деревообработки сварочных работ и в быту, на кухне и на даче. Выгода и в цене. Импортные аналоги в разы дороже. А делаются самарские новинки на старых станках, которые основательно модернизировали. Вот здесь находится маленький компьютер, который мы научились по-советски перепрограммировать. И вносим небольшие конструктивные изменения в саму конструкцию станка. Самарцы в области производства таких перчаток первопроходцы. Их оборудование может заинтересовались во Владивостоке, Екатеринбурге, Перми и других городах России. Самара должна стать именно центром экспорта технологии. Мы были и на конференции в Финляндии, тестировали финский рынок, в том числе и европейский рынок. Можно это все в принципе применять. Единственное, финны не поверили. Они говорят, что русские не могут выпускать перчатки, выпускают их только китайцы. Русские могут сделать только автоматы Калашникова, ракеты еще и. Амбициозные планы пригласить на самарское производство финских инвесторов. А вот Казахстан уже готов приобрести инновационные станки. Заявки поступают и из Азербайджана. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Говорят, что антиквариат – это хлам многолетней выдержки. Но не всякий хлам может стать антиквариатом. В семье самарцев Сергаевых, Семизоровых старинную мебель очень любят и с удовольствием реставрируют. Увлечение стариной пока не переросло в профессию. Это хобби, что, впрочем, не сказывается на качестве работ. Некоторые из них заслуживают места в музее. В этой семье делают все, что в их силах, чтобы сохранить крупицы истории. Виктория Шарая не удержалась и прикоснулась к старине. Увлечение реставрацией в семье Сергаевых началось вот с этого комода. Его энтузиастки нашли рядом с разрушенным домом в центре города. У него был совершенно гнилой низ, совершенно вот таким жучком, грызенный зад. Но дочь моя взяла, его обрезала, каждый ящик обрезала. И когда я его вышкурила, я поняла, что это очень интересно. Ведь здесь на каждой ручке написано «Артель красный кустарь». Я поискала в интернете. Все эти артели во времена НЭПа были. Сейчас в доме реставраторов-любителей шесть обновленных сундуков, пять комодов, два серванта, диваны, столы и несколько венских стульев. Особую гордость представляет вот этот шкаф. По форме он напоминает каменный замок с подвесным мостом. Когда-то сверху размещались и башенки. Во время реставрации выяснилось, что шкаф ручной работы, собранный каким-то рабочим авиационного завода. Об этом говорили особые гайки и штемпель на оборотной стороне фанеры. Того, кто собирал этот шкаф из заводских деталей, могли и посадить. В газете, найденной за зеркалом, было выступление Никиты Хрущева по поводу советского кризиса. Так и выяснился возраст шкафа замка. Середина 50-х годов прошлого века. Изрядно помучиться пришлось трофейным пианино «Заря». Инструмент черного цвета решено было перекрасить в белый. Ой, а вот так черная, вот эта сажа течет, она же резиносодержащая. Ремонта нет, и она говорит, кто пойдет за детьми в школу, ты отмываешься или я отмываюсь. Потому что отмываться это время, надо же закончить работу. Сыновья увлечения мамы и бабушки поддерживают. Оба занимаются музыкой на отреставрированном пианино. А недавно старший Семен принес в дом сломанный кларнет, найденный на заброшенной даче. Теперь в семье мечтают починить старинный немецкий инструмент. Вот только лобзиком и краской тут не поможешь. Чтобы вдохнуть жизнь в духовой инструмент, требуется помощь музыкального мастера. Надежда, вы меня вдохновили. Вот если в моих руках окажется в неопытных вот такая вот старинная мебель, как можно будет ее довести? Если уж не до совершенства, то хотя бы до приличного состояния. Но самое главное, вот не надо пугаться. Если это натуральное дерево, не бойтесь мочить. Не надо, конечно, долго держать. Вы помыли щеткой, поскребли, все это чистенько, высушили. Все вы зашкуриваете, вот таким вот образом вы зашкуриваете. То есть просто до дерева? Да, просто до дерева. Вы положите сной краски, и у вас получится уже вот такой вот грунтованный стул. От реставрированных вещей так много, что в доме они уже не помещаются. Надежда и ее мама решили создать музей старинных вещей для детей прямо на территории собственного участка. И помещение уже имеется. Вот этот деревянный домик, в котором семья жила, пока строился новый. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Со щитом и на снегу ненастная погода не помешала средневековому сражению, которое развернулось в минувшие выходные в загородном парке. На фестиваль исторических единоборств «Засечный рубеж» в Самару приехали бойцы из Ульяновска, Казани и Тольятти. Участники говорят, что в ратных делах важна не только физическая подготовка, но и знание истории. Готовились, изучая научную литературу, а доспехи делали по музейным образцам. Кому в старину тяжелее приходилось – скандинавским воинам или русским богатырям, узнала Марина Кравцева. Мечи, щиты и доспехи – точные копии тех, что носили варяги и русские витиди в раннем Средневековье. Иван Горшков, инженер-химик в реальной жизни, на ресталище выходит в образе Северного воина. Обмундирование по всем канонам делал собственными руками. Доспех скандинавского воина-дружинника, который мог жить и в Скандинавии, и в севере Руси, так и в южных частях Руси, будучи дворяжским наемником. У меня шлем нормандского сипа с кольчужной бармицей и ламелляр из бирки. Скандинавский ламеллярный доспех потянет на 4 килограмма. Русские богатыри были повыносливее, кольчуги – по 10 килограммов. Оружие тоже не бутафорское. По большому счету, все по-настоящему. Оружие – это копии исторических находок с разницей только в том, что оружие не заточено. Моя сабля специально сделана под заказ по историческим данным именно Владимира Суздальского земли. С таким серьезным оружием даже в реконструкции поединка могут быть вполне реальные травмы. Чтобы избежать кровопролития, удары разрешено наносить только по защищенному металлам корпусу. Бой идет до трех попаданий. Главная идея – воссоздать атмосферу средневекового сражения. Я считаю, очень даже актуально вспомнить, откуда все началось. Реконструируем 9-11 века. В основном народы севера. Почувствовать себя витязьми могли и зрители. Правда, мечи неподготовленной публике вручили резиновые. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Летопись жизни дореволюционной России. В Самаре открылась уникальная выставка работ Сергея Прокудина-Горского. Фотографа, изобретателя, путешественника. Одного из основателей цветной фотографии. В начале 20 века Прокудин-Горский совершил несколько масштабных экспедиций по Российской империи, сделав при этом уникальные кадры ее жителей, быта и городов. Алина Чемерис заглянула в прошлое. От ярких красок перехватывает дыхание, когда понимаешь, что снято это более ста лет назад. Самарканд, Бухара, Туркмения и, конечно, вся необъятная Россия. Цветной фотографией царская держава обязаны Сергею Прокудину-Горскому. Его фотографии в настоящее время являются практически очень исторически ценны для историков и реставраторов, потому что на основании этих фотографий они могут воссоздать облик дореволюционной России. Вологодские пильщики, обед на Покосе и великий Лев Толстой в день своего 80-летия. Отец цветной фотографии Прокудин-Горский каждый снимок превращал в шедевр. После краха Российской империи он уехал в эмиграцию и умер вдали от родины в 44-м году. Его работы стали достоянием библиотеки Конгресса США. Оцифровали уникальные снимки уже в наши дни. Каждая пуговица на одежде, узор и вышивка на национальных костюмах видны, как будто это снято на современную профессиональную камеру. Здесь я вижу душу фотографии, душу фотографа, потому что они сделаны руками в первую очередь. Цифровая фотография, она сделана математикой. Здесь есть разница большая. Фотографии это делалось через три разных светофильтра. Красный, синий, зеленый. Подобрать правильные химические элементы, температуру, выдержку обработки. Честно говоря, даже не знала, что до революции у нас была цветная съемка. Это же история, история хотя бы того, что он заснял всю нашу Россию, все ее уголки. На выставке прокуден горсткий тип и России и старинная фототехника. Раньше процесс создания снимка мог занять несколько дней. Стоило это дорого, а фотографы были чуть ли не самыми богатыми людьми. Но такой фотоаппарат снимали еще в середине прошлого века. В карман его, конечно, не положишь. Кадр выстраивали вручную с помощью вот таких механизмов. Это, например, высота. Одновременно с этой существовала и вот такая техника. Она помещалась даже в спичечный коробок. Это уникальные шпионские камеры, одна из которых вполне могла быть у знаменитого Штирлица. Полюбоваться России столетней давности жители смогут до 16 ноября. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. На этом все. Через неделю следующие новости. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин